День добрый, с вами Смирнова Ирина. В рамках нашего курса мы сегодня поговорим о настройках рабочего стола. После установки операционной системы на ваш компьютер, рабочий стол обычно имеет вот такой фоновый рисунок. Голубой цвет и на нем расположен стандартный флажок Windows. Windows 7 имеет две версии. Одна версия профессиональная, вторая домашняя. Сегодня мы с вами поговорим о том, как можно изменить фоновый рисунок рабочего стола в версии домашней. Для того, чтобы это сделать, необходимым указатель компьютерной мыши опустить на панель задач в левый угол вашего монитора. Здесь точно так же показан флажок Windows, но только он расположен на кружочке, или еще его называют глобусом. И наша задача сейчас левой кнопкой мыши сделать один клик. У нас всплывает меню пуск. Как его настроить и что это такое, мы поговорим позже. Сейчас нас интересует вот такая опция, как панель управления. Наводим указатель мыши на панель управления и еще раз делаем один клик левой кнопкой мыши. Открывается окно панели управления. Более подробно мы его будем разбирать позже. Сейчас нас интересует опция оформления. В данный момент изменение фона рабочего стола. Как только мы попадаем в выбор фонового рисунка рабочего стола, у нас открывается панель с фонами. Первый фон это стандартный фон, тот фон, который сейчас у меня установлен на компьютере. Но также Windows предлагает нам выбор нескольких дополнительных фонов. Сейчас обратите внимание вот на эту левую часть экрана. Как только я навожу курсор на какой-либо фон и кликаю по нему левой кнопкой мыши, у меня тут же меняется фон рабочего стола. Давайте поменяем вот на этот фон, водопад, на зеленом красивом фону. Как видите, очень быстро я сделала выбор изменения фона рабочего стола. Мне осталось только сохранить изменения. Но задача заключается в следующее. У нас с вами очень много фотографий. И мы с удовольствием поставим собственноручно сделанную фотографию в качестве фонового рисунка рабочего стола на свой компьютер. Как мы это можем сделать? Для этого нам необходимо выйти по кнопке «Обзор» в основные папки вашего компьютера. В этих папках уже должна лежать та фотография, которую вы хотите установить в качестве фона. Но если вы сейчас пока еще не знаете, как выгрузить вашу фотографию на ваш компьютер, то не расстраивайтесь. Впереди у нас будут еще видео, на которых мы будем это рассматривать. Сейчас я просто вам покажу дорожку, как это сделать. И тогда, когда вы научитесь выгружать свои фотографии на свой компьютер, вы просто эту дорожку повторите. Итак, я зашла в обзор папок своего компьютера. Меня в данный момент интересует папка «Библиотеки». Именно в библиотеках лежат видео, папки видео, документы, папки документов и изображения. Выбираю папку «Изображения». В этой папке меня интересуют общие изображения. Образцы изображения. Я выделяю эту папку и кликаю кнопку «Ок». И у меня появляются образцы изображений в окне выбора фонового рисунка рабочего стола. Делаю то же самое действие. Выделяю тот рисунок, который бы я хотела установить на своем рабочем столе. И у меня останавливается рисунок хризонтальный. Но обратите внимание на то, что этот рисунок полностью рабочий стол не заполняет. Вот для того, чтобы прошло полное заполнение рабочего стола, нам нужно еще поработать с выбором положения изображения. Кликаем левой кнопкой мыши на этот треугольник. И у нас открывается окно выбора положения. Но для того, чтобы понимать, что мы будем дальше с вами делать, мы должны немножечко отвлечься. Ту информацию, которую я вам сейчас дам, она будет вам и полезна, и интересна. Мы с вами собираемся устанавливать фотографию на своем рабочем столе. А как же формируется фотография в вашем цифровом фотоаппарате? Обычно, когда мы распечатываем фотографии, то мы получаем самые обыкновенные фотографии обычного размера. 9 на 12 или 10 на 15. Как видите, здесь мы работаем с мерами длины. Сантиметры. Мы знаем такую меру длину, как метр, миллиметр и так далее. Как же формируется сама фотография? Качество фотографии определяется в пикселях. Пиксель или, проще говоря, точка. То есть сама фотография состоит как бы из множества точек. В детстве мы любили выкладывать из мелких элементов мозаику. Элементы были разноцветные. И чем они были мельче, тем более качественную мозаику мы могли с вами выложить. То же самое можно сказать, например, о обыкновенной тетрадке, клеточке. Если вы возьмете цветные карандаши или цветные ручки и будете закрашивать каждую клеточку каким-либо определенным цветом, то вы можете создать какой-либо орнамент. Но здесь надо учитывать следующее. Что чем меньше будет по размерам этот элемент, тем более точно будет выглядеть ваш рисунок. Или, проще говоря, чем больше этих точек, а в данном случае элементы, это и есть точки или пиксели, чем больше будет точек укладываться на определенный размер рисунка, тем более четкий будет рисунок или будет фотография. Точно так же генерируются изображения на мониторе нашего компьютера. Вы, наверное, подбирали изображения в Яндекс.Картинках или Гугл.Картинках. И там было подсказано вам, что изображения имеют разный размер. И такие изображения выкладывались. Например, обои или мелкие изображения. И под каждым изображением буквально показывался размер изображения. Но размер изображения показывался не в сантиметрах, не в миллиметрах. Он показывался в пикселях, то есть в точках. Вот если я покажу вам размер экрана моего монитора, то он будет определяться такими цифрами. Ширина монитора 1366, высота 768. Это значит, что на экране моего монитора по ширине укладывается 1366 точек, а по высоте 768. Иначе говоря, на поверхности всего экрана укладывается миллион с небольшим точек. Или 1 миллион это мега, или мой экран имеет разрешение 1 мегапиксель. То есть на моем экране может уложиться чуть больше миллиона точек. Надо понимать, что чем больше точек укладывается на вашем экране, тем более четкое и яркое изображение вы увидите на мониторе своего компьютера. Когда мы с вами делаем снимок цифровым фотоаппаратом, а точнее, когда мы его покупаем, то ему обязательно прилагается определенная характеристика. Это количество мегапикселей. Вот обратите внимание на рисунке. Фотоаппарат и достаточно большими буквами показано, что разрешение этого фотоаппарата 10 мегапикселей. То есть качество фотографии этого фотоаппарата достаточно высоко. Потому что на фотографии, сделанной этим фотоаппаратом, будет уложено 10 миллионов точек. Итак, размер или разрешение вашей фотографии может не совпадать с размером экрана вашего монитора. Поэтому вы можете сделать определенный выбор. Выбор положения вашей фотографии на мониторе вашего компьютера. Посмотрите, здесь нам даны несколько опций. И рядом с каждой опцией есть визуальное изображение того, как будет происходить накладка вашей фотографии на монитор вашего компьютера. Если мы выберем с вами заполнение, то обратите внимание, что фотография здесь показана, изображение, оно больше по размеру, чем сам монитор. Поэтому вы должны понимать, что если вы выберете заполнение, то тогда соотношение фотографии будет соблюдаться, но оно может выходить за пределы экрана монитора. Вот если я сейчас кликну на эту опцию, то обратите внимание на то, что у меня экран с левой стороны полностью заполнился фотографией. Я могу выбрать по размеру. В данном случае экран будет больше, чем размер фотографии, и вы получите свободные поля. Я могу растянуть фотографию. В этом случае фотография будет искажена, или иначе говоря растянута, но за пределы размера экрана монитора она не уйдет. Если ваша фотография маленькая, то вы можете ей как камушками, выкладывается улица или мостовая, так вы можете этой фотографией замостить экран. Вы можете расположить свою фотографию без искажений по центру монитора. Я выбираю заполнение и пишу сохранить изменения. Где я могу узнать разрешение экрана монитора своего компьютера? Вызываю контекстное меню. Вывожу указатель мышки на свободное место рабочего стола. Кликаю правой кнопкой мыши. И в контекстном меню, которое появляется, нахожу опцию разрешения экрана. И здесь я вижу разрешение собственного экрана 1366 на 768. Это то разрешение, которое рекомендуется. Вы можете его уменьшить, но я вам это делать не рекомендую. Разрешение своего экрана надо знать, хотя бы для того, что когда вы будете подбирать какие-либо рисунки, которые собираетесь демонстрировать или устанавливать в качестве фонового изображения рабочего стола, вам для того, чтобы не было никаких искажений, желательно выбирать в библиотеке Яндекс.Картинок или Гугл.Картинок рисунки или изображения именно такого разрешения. Вы здесь можете поменять ориентацию вашего экрана с альбомной на портретную. Все, что вы будете менять, будет показано вот на этом примере. Если я сейчас поменяю на портретную, то видите, экран изменился. Но это не сам экран будет перевернуть, а все, что будет располагаться на вашем экране, оно будет в виде портрета, то есть будет узкий обрезанный экран. Я выбираю, естественно, альбомную, и так оставляю. После всех работ вам необходимо кликнуть на клавишу ОК. Что еще мы можем сделать для изменения внешнего вида нашего экрана? Сейчас надо пройти вот сюда, по ссылке Экран, и мы с вами увидим дополнительные опции. Это изменение цветовой схемы. Пройдем сюда и увидим пример цветового оформления окон рабочего стола, которые сейчас установлены на компьютере. Это стандартная цветовая схема Windows 7. Вы можете ее сделать классической. Обращайте внимание, как будет меняться цветовое оформление окон. Вы можете сделать ее контрастно-белой. Вы можете сделать ее контрастно-черной. Я обычно выбираю стандартную. Она продумана серьезными людьми, которые оценили все наши физиологические требования. И поэтому для того, чтобы не уставал наш класс, достаточно использовать то, что нам предлагают создатели операционной системы Windows. После выбора не забудьте кликнуть на клавишу Применить и ОК. Следующая опция, которую бы я хотела вам показать, это изменение заставки. Сейчас у нас с вами установлен фоновый рисунок. Но вы можете установить движущееся изображение или заставки на экран вашего монитора. Для этого вам достаточно выйти в фото, альбом, выбрать определенную заставку, ленты. Обратите внимание на то, как будет меняться экран на примере. То есть поверх того рисунка, который сейчас уложен у вас на экране, будут плавать еще мылые пузыри. Или объемный текст. Или геометрический вайс. Я не использую никаких заставок. Я оставляю то, что я уже выбрала. Итак, мы с вами настроили фоновое изображение рабочего стола. Увидимся в следующих видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok